добрый день любители радиоуправляемых моделей продолжаем сборку обновленной модели фонтана и сегодня у нас именно сборка уже все детали подготовлены все обтянуто все красивое осталось собрать модель в единое целое посмотреть что же у нас получилось ну а дальше устанавливаем электронику и полет я знаю что многие эту модель собирают вместе с нами кто-то даже ушел вперед обогнал нас и знаю что возникают некоторые моменты некоторые сложности по сборке этого самолета и кажется что вроде бы модель не недоработанная есть проблемы на самом деле ничего страшного в этих узких местах нет тут частности крыло видите площадочка под батарею немножко выходит за габариты прорези обо всем об этом сегодня в нашем видео уроке расскажем более подробно ну и начнем мы сегодня сборку с того что приклеим крышку батарейного отсека точнее сделаем магнитный фиксатор сама крышка у нас пока просто хлопает чтоб она не болталась не мешалось сразу же поставим на место магнитик и дальше будем устанавливать все остальные детали под крышкой перед кабиной виде по размеру магнитика я сделал небольшое углубление в пенопласте и сам магнитик вклеивать удобнее всего на термоклей так как само углубление ровно вы не сделаете площадь приклейки получается недостаточно большой термоклей он все неровности заполняет самое главное к ней сильно не перегревайте магнит или любят перегревы и и очень сильно горячим делать не надо так политик на место вклеили чтобы магнитик не выпал просто берем кусочек скотча и поверх магнитика закрываем так еще хорошо прогладить утюжком но опять же магнит стараемся сильно не греть просто вокруг не все неровности клея разглаживаем но сам магнит старайтесь не нагревать фиксатор крышки готов крышка закрывается и уже магнитиком удерживается чем довольно таки неплохо удерживается эти вес фюзеляжа такое крепление держит спокойно но дальше пойдем от хвоста к носу также как обтягивали модель также ее будем и собирать сейчас нужно будет установить на место стабилизатор тоже кажется на первый взгляд проблемное место как в достаточно короткую короткий вырез засунуть уже собранный стабилизатор здесь варианта в общем-то два можно просто вырезать заднюю часть фюзеляжа сделать эту этот паз сквозным и так собственно его и оставить потом вырезанным а можно поступить немножко иначе делаем только один разрез например посередине прорезаем в том числе и центральное ребро так разрез относительно небольшой но в то же время фюзеляж у нас пенопластовый а пенопласт вещь достаточно мягкая ну теперь аккуратно отгибаем хвостовую часть фюзеляжа и заводим стабилизатор заходит он туго но это только до того как он станет на свое место на скотче немножко морщинки образовались тоже не беда берем утюжок поверх проходимся никаких морщин никаких трещин ничего нет не переживайте когда вы будете отгибать фюзеляж скотч уже не даст пенопласту в этом месте лопнуть конечно все равно надо работать осторожно не надо никуда спешить внутреннее ребро у нас без проклейки без усиления поэтому трещина может пойти именно на внутреннем ребре жесткости но обшивка нет не лопнет обшивку удерживает скотч и как видите стабилизатор на месте и в то же время стык у нас остался узким можно немножечко промазать будет и зажать фюзеляж и никаких щелей здесь не останется что касается центровки стабилизатора здесь тоже намного эта задача упростилась передняя кромка у нас за счет шипа сразу встает в нужное положение сзади вам остается только подровнять по рулям высоты эти зазоры чтобы были одинаковые и стабилизаторы стоит ровно без всяких перекосов без проблем что в общем то еще раз упрощает сборку этой модели по сравнению с предыдущей версии что касается стыка немножко клея можно титан использовать конечно но его сушить дольше поэтому я на термоклей склею и зажимаем на несколько секунд старайтесь очень много клея не наносить чтобы не приклеить скобу руля высоты в остальном излишки выдавились чуть-чуть клей посты нет его убираем пока он еще мягкий просто руками спокойно убирается самое главное дождаться схватывания клея не не отпустить раньше нужно чтобы именно внутри клей затвердел и тогда все будет держаться видите руль высоты работает ничего ему не мешает клей на скобу не попал лично ну и конечно же перед окончательной приклейки стабилизатора нужно проверить параллельности стабилизатора и место установки крыла ну либо перпендикулярность задней части фюзеляжа здесь должен быть угол 90 градусов можно воспользоваться угольничком видите практически идеально может быть чуть-чуть наклонить надо будет да получается что чуть-чуть стабилизатор идет с небольшим уклоном эта сторона при таком расположении вниз смотрит самом деле она чуть приподнята но угол практически идеально получился тоже чуть-чуть в при вклейке надо будет придержать стабилизатор подравняли стабилизатор чтобы он стоял ровно и зазоры до рулей высоты одинаковые и проклеиваем эту половинку нам нужно чуть-чуть прижать вниз чтобы она держалась нужно проклеить с двух сторон одну половинку сверху другую снизу например пока клей не схватился выравниваем и даем клею застыть затвертеть еще раз угольничком контролируем все идеально ровно прямой угол между фюзеляжами стабилизатора это значит что можно проклеивать все остальное проклеивать стараемся таким образом чтобы клей проникал внутрь клеевого шва между стенками фюзеляже и собственно стабилизатором для этого при проклейке я придавливаю носик термопистолета так чтобы обшивка слегка вдавилась когда она будет распрямляться потом под своей упругостью клей растянет по клеевому шву и у вас не просто будет снаружи валик клея лежать будет склеена именно внутри в между самими деталями все отлично сразу же поставим на место костыль тут все просто немножко клея нанесли и в задней части фюзеляжа приклеили естественно стараемся выровнять по центру выступивший наружу клей размазываем горячим носиком пистолета но где клея маловато так можно еще и добавить для большей надежности контролируем чтобы костыль также стояла ровно конечно если он отклонится куда-то в сторону кроме как на внешний вид модели это ничего не даст ни на что не скажется но тем не менее чем аккуратнее сделаем модель тем лучше ну и теперь нам нужно смонтировать киль для того чтобы установить эту деталь нам нужно будет под петли под выступающую часть сетки серпянки по фюзеляжу сделать прорезь глубина видите миллиметров 15 18 нашем случае по центру вертикального ребра сзади части фюзеляжа я делаю вертикальную прорезь не надо сразу глубоко резать первый проход разметочный ну а потом дальше уже прорезаем режем до нижней обшивки сквозной прорез делать не обязательно нижнюю обшивку не прорезая вот само вертикальное ребро до этого места нужно прорезать для удобства монтажа руля направления разрез слегка разгибаем делаем пас чуть-чуть шире теперь киль можно примерить пока на сухую проверяем не будет ли ничего нигде упираться идет тяжеловато и внизу явно будет немножко цеплять сетку вверх не доходит до места соответственно надо будет чуть-чуть сеточку подрезать буквально один сегмент вырезаю это позволит уже более свободно петлю ставить на место ну и саму прорезь это же сделаю поглубже и последнее разогнем так легче будет ставить киль еще одна пример очка если все в порядке то будем вклеивать вот теперь верхняя часть или нормальную встала плотно снизу есть небольшой избыток по длине тут при желании можно подрезать это не проблема все можно вклеивать прорезь заполняем клеем но здесь лучше использовать титана не термоклей с термоклеем вы просто можете не успеть поставить киль на место слишком быстро их начнет твердеть титан сохнет долго но зато позволяет работать спокойно но от верхнюю часть киля приклеиваем на термоклеем здесь он будет более удобным наношу пока небольшое его количество только чтобы прихватить и ставим киль на место так выравниваем неподвижную часть киля по верху фюзеляжа здесь как раз ширина получается практически один в один и промахнуться сложно никаких направляющих не требуется сразу видно ровно ли стоит киль отлично остается снаружи немножко вы еще усилить место крепления пройтись термопистолетом заодно же заполняем все оставшиеся зазоры и на месте теперь сделанную прорезь зажимаем так чтобы клей у нас сквозь сетку пропитался прошел и склеил две половинки фюзеляжа все теперь руль направлении отсюда никуда не денется навешан надежно и вращается свободно но теперь самое интересное это установка крыла как же ставится крыло на этой модели несмотря на то что здесь есть тоже мешающие вроде бы элементы в частности шпангоут часть шпангоута и площадка под батарею со шпангоутом все просто изначально мы делали перфорацию по этой перфорации теперь его вырезаем не торопитесь работайте аккуратно чтобы ничего лишнего не откромсать может быть удобнее будет смотреть через крышку батарейного отсека как раз тут хороший вид на этот шпангоут открывается вот этот сегмент убрали и теперь ниша под крыло у нас с вами свободная чтоб пока не мешалось подниму струну и еще надо подровнять это место здесь хорошо и идут над фини плоские можно длинную тонкую шкурилку использовать верхнюю часть шпангоута также нужно подточить ну а теперь нужно установить крыло если мы просто начнем засовывать крыло с усилием она у нас упрется так в фанерную площадку и не пойдет ну не забываем что пенопласт вещь все-таки эластичная и фюзеляж вот в таком положении он у нас немножко играет за счет этого мы вполне можем такие три-четыре миллиметра выгадать и поставить крыло без всяких особых заборочек если что советую еще сделать это с одной стороны уголок на батарейной площадке немножечко закруглить надфилем наждачкой слегка так обтачиваем такая обработка нам пригодится уже в конце когда будем заводить центральную часть крыла там где располагается хвостовик в этом месте наиболее плотная посадка и соответственно есть риск что на пенопласте останутся вмятины чтобы этого не было чтобы не оставить задиров явных уголочек слегка скругляем и крыло будет заходить здесь более мягко но и в то же время пользуемся тем что пенопласт у нас пока не склеен и он немножечко амортизирует мы сейчас смотрите внимательно порядок установки крыла от этого будет зависеть успех всего дела первым делом заводим крыло и по возможности сдвигаем его максимально назад как видите крыло играет роль клина немножко расклинивает фюзеляж приподнимает заднюю часть и при этом самая толстая часть крыла где лонжерон она идет за батарейной площадкой с этого ракурса хорошо видать ну и в таком положении стараемся загонять крыло практически до хвостовика пускай фюзеляж расклинивается расширяется но при этом передняя кромка и вообще нижняя поверхность крыла и деревянную площадку задираться не будут конечно работаем аккуратно смотрим что и как идет не зацепляется ли где-нибудь первое время обшивку может немножко выгибать поэтому тоже будьте готовы ну и вот крыло у нас до хвостовика зашло практически еще чуть-чуть можно его будет пододвинуть но дальше уже задняя часть упирается теперь заводим крыло на перекос центральная часть уходит вперед хвостовик пока остается вот идет как раз этот момент крыло практически уже передняя часть дошла до места и батарейная площадка у нас попадает вырез в передней кромке ну и вот сейчас крыло сдвигаем вперед постепенно выправляя хвостовик постепенно полегоньку и вот хвостовик зашел в свой паз на свое место аккуратно продолжаем крыло на место задвигать передняя кромка уже встала в замок хвостовик тоже встал в замок при этом обратите внимание на передней кромке вообще на нижней плоскости крыла никаких замятий никаких задиров ничего нет ну и сама посадка достаточно плотная крыло уже стоит на месте зафиксировано и остается его только проклеить естественно предварительно подровняв борта если их немножко выдавило это вполне возможно контролируем чтобы крыло стояла параллельно стабилизатору явных перекосов нет чуть-чуть левую консоль можно будет прижать в процессе склейки все нормально значит склеиваем и также по центровке батарейная площадка у нас является центровочным упором и передняя кромка крыла уже стоит на своем положенном месте в заднюю кромку очень удобно выравнивать по хвостовику по ширине хвост ширина хвостовика равняется ширине фюзеляже в этом месте склеиваем крыло аналогично стабилизатору точно также стараясь загнать клей под обшивку там где-то возможно конечно там где позволяют зазоры обшивку слегка отжимаем и клей стараемся залить между деталей так площадь склейки получается выше и соответственно крыло держится в более надежно более плотно ну тоже слишком усердствовать не надо лишний клей это лишний вес само крыло у нас в общем-то отсюда никуда не денется самое главное чтобы она не болталась не хлябала это мы с вами как раз сейчас и обеспечиваем обшивочку там ее выдавила можно чуть-чуть подогреть чтобы она не стремилась выгибаться наружу и ждем пока прихватится клей еще раз контролируем параллельность крыла и стабилизатора видите все ровно все замечательно остается проклеить с обратной стороны действуем аналогично уже по возможности стараясь загнать ей в зазоры между крылом и фюзеляжем здесь уже правда очень сильно обшивку не отожмешь потому что ниже проходит стрингер горизонтальная горизонтальный силовой элемент проклеить стараемся тщательно чтобы не было щелей не было пустот уже время совсем уж явные кочки наливать тоже не стоит что же сама модель у нас с вами почти собрана осталось из элементов планера модели поставить вингли ты один уже приклеенный 2 клеем сейчас вместе с вами вингли ты на этой модели тоже новый элемент на предыдущей версии их не было вот такие детали это дополнительные вертикальные плоскости помогают управляемости устойчивости модели на некоторых фигурах пилотажа клеится на торце консолей крыла вот так и обратите внимание что передняя часть вингли то она повторяет профиль крыла собственно по ней ориентируемся при приклеить приклеивать будем также на термоклей наносим его на торцы консолей но обратите внимание что именно на неподвижную часть крыла на элероны мазать клей не надо элероны должны остаться подвижными середину промазал быстро пока клей не застыл позиционируем винглет выравниваем его от по передней части и поджимаем при этом если от элерон поставить нейтраль в нулевое положение то уголок должен находиться напротив элерона все получается все ровно поджимаем пока еще мягкий проконтролируйте чтобы вингли стоял вертикально под прямым углом крылу дополнительно также проходимся снаружи дополнительно усиливая крепеж проклеиваем внимательно элерон не приклейте в процессе работы в азарте винглет он неподвижный элерон должен отклоняться хорошенько проклеиваем лобик потому что если вдруг все-таки крылом с планеты и модель встретиться от качества проклейки здесь будет зависеть оторвется вингли сразу или все-таки удержится и вот такой самолетик у нас с вами получился видите модель вроде бы и похоже на предыдущую фонтану но и отличий у нее вполне прилично тоже накопилось но на сегодня нам осталось добавить штырек крепления основной стойки шасси саму стойку поставим уже следующим этапом когда будем устанавливать всю электронику этот штырек удобнее всего сделать из тонкой бамбуковой шпажки 3 миллиметра продаются практически во всех продуктовых магазинах как шпажки для шашлыка и вот через скотч я думаю видно еще местоположение площадки и шоссе где у нас будет стойка крепится по передней кромке этой площадке и устанавливаем штырек шпажка заостренная просто прокалываем борт и стараясь параллельно днищу пройти сквозь весь фюзеляж толстый бутерброд это не пеноплекс его прокалывать сложнее но тем не менее видите вот сквозное отверстие мы получили сквозной канал ну теперь нам остается отрезать штырек нужного размера у меня он заготовлен заранее чуть-чуть шире фюзеляжа примерно по сантиметру запаса оставляете торцы этого штырька немножко закругляем и клеить будет удобнее и смотреться будет лучше на штырь наносим немножко клея здесь тоже лучше использовать титан чтобы так быстро не засыхал очень много клея не надо достаточно пары капель чтобы просто штырь самопроизвольно не выпал и сквозь полученные отверстия штырек загоняем на место так оставляем одинаковые выступы с обоих бортов за эти выступы будет крепиться резинка которая будет удерживать основную стойку шасси в нормальном положении она же будет играть роль амортизатора но об этом мы уже более подробно поговорим следующей части ну что друзья вот такая красота у нас с вами получилось как видите все собирается пусть есть на первый взгляд узкие места но на самом деле все эти элементы они тоже имеют свое значение имеют свою роль в частности тоже батарейная площадка она играет роль центровочного упора не дает крылу сдвинуться дальше вперед так как упирается в лонжерон если склеить батарейную площадку с лонжероном соответственно вы получаете дополнительное усиление всей силовой конструкции модели но что касается установки крыла вы видели что все поставить можно и без укорачивания без обрезания из этой площадке нормально все собирается и самое главное технологично все выходит площадкой удерживает крыло хвостовик подровняли проклеили все очень четко и быстро получается смонтировать самое главное не торопитесь смотрите внимательно что вы делаете все наглядно на видео вы сами видели показали весь процесс установки крыла вот и до завели сперва со смещением назад крыло работает как клин и раздвигая фюзеляж дошли до хвостовика с перекосом крыло заводите переднюю часть а дальше смещение вперед крылов встает замок на свое место и на этом работа можно сказать завершена то же самое со стабилизатором вроде бы узкое место но благодаря тому что пенопласт все-таки гибкий эластичный все это можно собрать без особых проблем ну и конечно же совсем немного остается у нас до полета я очень надеюсь что все эти обновления пойдут модели на пользу но и вы также пишите в комментариях что вы ждете от этой модели понравились и дополнение обновления этого самолета как вы считаете лучше она будет летать чем старые фонтаны или нет посмотрим у кого прогноз окажется более реалистичным а на сегодня наш видео урок завершаем если вам понравилась наша обновленная фонтана не забывайте ставить лайки подписывайтесь на канал заходите в наши социальные сети будьте активными участниками форума все создано для того чтобы вы могли спокойно безболезненно войти в это хобби дайте нужную для себя и информацию и присоединиться к нашему сообществу ну и конечно же ждем следующей части установки электроники на эту модель окончательные настройки и полета будьте с нами смотрите нас до свидания подписывайтесь на наш канал ставьте лайки оставляйте комментарии и ждите новых видео до встречи играем по-взрослому